Я россиянин, я против войны. Я много где бывал на Украине, давно выступая против этой политики, путинской политики. Со временем всё встанет на норму. Конечно, не хотелось бы, чтобы это быстрее произошло, но это встанет всё в норму. Надо жить. Сухоруков Владимир, 59 лет. Родился в Печорском районе. В самих Печорах живу последние 32 года. Работаю на границе, работаю дворником. С 111 своих марафонов я пробежал в 20 странах мира. Какой-то шок был просто. Узнал, естественно, наверное, из интернета. Телевизор, хоть он стоит, но я его не включаю уже много-много лет. Одно из первых, это я поменял свою аватарку. Я россиянин, я против войны, потому что я много где бывал на Украине, вот в своей, в том числе, спортивной деятельности. Я Украину знаю достаточно хорошо. И второй момент, я учился заочно во Львове, где нам рассказывают, что центр бендеровщины всей этой. Я когда учился, мне никто ни разу не сказал во Львове, что я там русский, занимаю чьё-то чужое место. Никто ни разу не сказал. Я всё нормально там учился, никаких проблем не было. Я бывал в Одессе, я бывал в Киеве, я бывал в Симферополе. Три марафона в Симферополе пробежал. Два марафона в Киеве пробежал. Два марафона в Харькове пробежал, которые бомбили. Харьков – чисто русский город. Там ни одного не найдёшь вывески на украинском языке, потому что украинцев там очень мало живёт в Харькове. Я бывал в Каменчуге, который бомбили недавно тоже. Я бывал в Чернигове, в Черкассах, в Днепродзержинске. Много где бывал в Украине. Поэтому для меня это родная страна. Многих тех, которых я считал раньше друзьями, я из числа своих друзей исключил, потому что мне не о чём с ними говорить. Они поддерживают всё то, что затеял один товарищ у нас. Восхищаются этим. После этого мне с ними не о чём говорить. Мой статус не появился 24 февраля. Он появился намного-много раньше. Я давно выступаю против этой политики, путинской политики. Я никогда не голосовал ни за «Единую Россию», ни за… Один случай вспомню. Меня в давние времена предложили, что ты проводишь тут пробеги свои, чтобы тебе район помогал. Давай-ка вступай в «Единую Россию», и тогда мы будем тебе больше помогать. Ничего. То есть я написал заявление, я вступил. Я ещё тогда не… Это было где-то начало 2000-х годов. Начало 2000-х годов. Я написал. Никто ничего не помогает. Я в своём заявлении, которое я написал потом, что я выхожу из партии жуликов-воров. Я так и написал в своём заявлении. Я выхожу из партии жуликов-воров, потому что не считаю себя идеологически в этой команде. Ко мне просто на работу пришли двое человек гражданки. Выяснили, в какой день я работаю, где я работаю. Пришли и начали, так скажем, допрос прямо на месте. Потом поехали в полицию, уже в отдел. Там уже с участковым я разговаривал. Я им открыто сказал свою позицию полностью. Я не старался там что-то там замутить. Ведь статья 20.3.3 Кодекса административных правонарушений – это дискредитация российской армии. Вы знаете, я, честно говоря, не связываю никак это с российской армией. Я выступаю против войны, но я никак не связываю это с дискредитацией российской армии. Они говорят, да. Раз ты… Я опубликовал, по-моему, 7 апреля, тоже у меня это не удалено из моей страницы ВКонтакте, видео из Харькова, который город я знаю, которые бомбят, наши же бомбят. Когда русские рассказывают, что прекратите вот видео, когда можно пойти на моей странице в друзьях. Я страницу с некоторых пор я закрыл, там нет ничего такого, что я каким-то образом дискредитирую российскую армию. Я рассказываю о том, что… Опять же, рассказываю не я. Видео-то снимал не я. Я перепощиваю это видео, которое не… Оно открытое… Можно найти его в открытом доступе. Оно не закрытое видео, где люди русские рассказывают, как бомбят их город. Попросили извиниться перед российской армией, которую я никоим образом… Как я считаю, я никоим образом не обидел. Извиняться я, естественно, не стал. За что я должен извиняться? Что я не делал? Ну, как бы, вот всё на этом закончилось. 29 апреля был… 18-го был допрос, 29 апреля был районный суд. Я не то что частый гость в судах, поэтому… Поэтому для меня это одно… Это новое… Новые впечатления. Из интернета я знаю, что суда в России, по сути дела, нет. И подобные… О подобных делах я уже читал в интернете и, как бы, скажем, мог представить себе, что и меня будет… Ждёт то же самое. Оштрафовать на 35 тысяч. Мне помогли собрать Людмила Савицкая, которая один из первых наших иностранных агентов. Вот. Сама обратилась ко мне с таким предложением и помогла через публикацию информации обо мне собрать эти штрафы. СМС-ки приходили просто пачками, и очень быстро получилось собрать деньги на штрафы. Ну, я сторонник Алексея Навального, я полностью поддерживаю Алексея Навального. Я ещё раз говорю, я помню нашу встречу в 2017 году, когда он приезжал в Апсков. Это моё. Это я сам придумал. Я в этой футболке не стесняюсь так же ходить. Это моё футболке. Он раньше нарушил договор о границе, остаётся президентом, и ничего с ним не случается. А тут за слова сажают. Живём в каком-то перевёрнутом мире. Победы России в этой войне не будет, но как бы не перешёл от угроз к делу Путин в плане того, что сделать ядерную войну, вот этого я боюсь. А так со временем всё встанет на норму. Конечно, не хотелось бы, чтобы это быстрее произошло, но это встанет всё в норму. Надо жить. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин